Да, нервишки-нервишки в первой партии. Ну, смог я выиграть. 1-0 веду. Думаю, мы оба слишком медленно играли-то в первой партии. Надо это исправлять. Да, и после такой медленной игры сумел я победить. Аниш-то, посмотрите-ка, уже конь F3 закинул. Не успел я еще даже на стул сесть после первой партии, а он уже полетел. Вот как отыграться-то хочет? Ну, давай, давай. Ага. Конь F6 и снова анти-Грюнфельтон играет. Как против Петра Свидлера в матче сыграл. А6. Взяли на Д5. А6 я уже не пошел, а пошел А6. Сменим рельсы. Посмотрим, что он здесь приготовил. Конь D7. H3. Ага. Даже я так играю, кстати. Такого типа позициях. Против Фабика я уже такую позицию разыгрывал. А также Аниш против меня. СБ8 на размен слонов. Заберу ферзен. Рокировка, рокировка. Теория, теория. Еще раз теория. Так. СЦ2. Наверное, G6 пойду. Или стоит еще подождать. Ладно, G6 пойдем. Чтобы слон с ферзеном на Д3 не стреляли. Адя ФЕ1. Интересная затейка. Так. Аниш придерживается своему плану. А вот у черных один из планов здесь пойти ферзь Е7 и начать перевод своего коня. Коня с Ф6 на Е8, а потом на Д6, где стоял ферзь. И Аниш на этот план наметил пойти Е4, прорываться в центре, если я захочу осуществить свой план. Поэтому пока просто опять протолкну. Почти всегда довольно полезный ход. Окей, А3, ладья ФЕ8. Просто подождем. Заставляю его гадать, какой же у меня план. В какой-то момент даже Б5 могу пойти. Стоит сказать, что в этой позиции довольно тяжело найти какие-то полезные ходы. Да, конь А4. И как только так белые пошли, я думаю, мне нужно запрыгивать. Прокидываем коня на Е4. Если он два раза возьмет на Е4, то в конце у меня будет слон Б3. Нападу на коня. Итак, он берет. И конь Д2. Хочет конем взять на Е4. Да, не в восторге от своего следующего хода. Ф5. Ослабляю своего короля, но нужно защитить пешку на Е4. Кстати, говоря о позиции, получили какую-то каракановскую французскую структуру, но с переменой цвета. И по сути, если смотреть со стороны черных, позиция вполне комфортабельная. А вот со стороны белых все-таки слишком уж мягко. Более существенный должны перевес получать белые. Пошел Б6, прогоняя ладью. Если бы я пошел А4, то скорее всего у него была бы какая-то инициативка ходом конь С4. Ладийные окончания были бы чуть-чуть похуже, а здесь же я пошел Б6 и С5. Проблем с черным цветом у меня здесь не должно быть. И поэтому здесь, независимо от того, куда он уберет свою ладью, я пойду С5. Дайте-ка водиться на пицце. Ладья С2, окей, С5. И, конечно, у белых никаких трюков со сдваниями ладей по линии С нет, так как на С8 у меня защищено два раза. Слон с Е6 подкрепляет. Ладья БЦ5, если он возьмет на С5 и ладья С1, то я пойду ладья Б8, контратакую пешку на Б2. Если возьмет мою пешку на С5, то я возьму на Б2, и у него начнет зависать коняшка на Д2. Так что, скорее всего, вместо взятия на С5, он пойдет ладья С2, защищая пешку на Б2. Ну, а я в таком случае буду подтягивать папашку к центру поля. Еще его конь здесь очень пассивно стоит, был бы он немного активнее, то я бы даже чуть похуже стоял. Но с таким конем у меня дела в порядке. Ладья Б8. Кстати, еще ладья Д8 был ход какой-то. Вроде бы. Ладья С2. Кстати, у меня есть план. Слон А2 и слон Б1. Ой, какой слон Б1? Там конь же у него закрывает все. Да, вот вам и план. Король Ф7. Продолжаем шагать королем. И думаю, если партия так дальше продолжится, то, скорее всего, будет ничья. Но, кто ж его знает, все еще может произойти. Да, и вот Аниш начал тратить свое время. Думаюсь. Видимо, он считает, что позиция за него немного обещающая. Король Д6. Король Д1. И мне даже короля не нужно ставить на С6. Так-так, его план. План у него здесь, видимо, король Ц1 и конь Ц4. Так что я на С6 все-таки короля поставлю. И теперь А4. Ограничим позицию белых. Да, пешка на А4 может быть с небольшой слабостью. Как раз как его конь придет на С3. Но слон-то у меня все-таки придет тогда на Б3. И защитит пешку на А4. Так что не думаю, это большая проблема. Ага, конь Б1. Знаете что, я использую этот момент и улучшу свою позицию на королевском фланге. Входим Ж5. Конь Ц3. Да, слон Б3. Защитили пешку. И теперь А5. Хочу пойти А4. Затягиваем позицию. Да, но все же позиция у белых очень крепкая. Однако, все-таки на капелюшечку белые стоят похуже. А теперь могу пойти Ж4, нет? А ну-ка посчитаю. Ж4. Хороший ли ход? Да, Ж4, очень интересно. Ведь проблема у него в том, что король-то у него полностью отрезан. Словно Б3 полностью его треножит. Да-да-да, забирает и ладья Ж8. Вот в чем моя была идея. И теперь брать на Ф5 он совсем не может. В таком случае я заберу ладьей на Ж2. И они же просто не успеют отреагировать на все мои угрозы. Создается угроза мата и также провести пешку мою проходную. Ф3. Забираю на Ф3. Взяли-взяли. Да, видимо он здесь еще выживает в этой позиции. Не смог пока добить. Но позиция у черных все еще ощутимо лучше. Централизуем короля на Е5. Так, король Ф5. Эх, может и не сильно лучше я здесь стою. Получается у него здесь улучшить позицию своих фигур. И также мне все тяжелее и тяжелее играть на победу. Достигать некого прогресса. И мне кровь из носу нужно толкать своего пешака до H3. Еще на одно поле вперед. И 4 может у него есть исход. Но тогда просто H3 могу пойти. Шаг. Ушли. И Е4, видимо. Нет, ладья же 1, но H3 задвинул. Ладья H4. Ладья H2. И король Е5. Ушли. Король Ф3. Ладья Д8. Ой, а что я делаю? У меня же пешка на H4 висит. Зеваю и зеваю ее. Так, поставим слона на D7, чтобы не висело. Шажок. Е4. Слон Е6. Ё-моё, какой же бред. Полнейшая бредятина на доске. И здесь он уже, видимо, должен брать на А4. Так, король Е2. Пойдем к королю в 4 сначала. Король Ж3. Залазим. Да, и все, теперь у него уже проиграно. Шаг. И пешечка пробежала. Да уж, сдается. Уф. Да, в конце получилось бредятина вселенского масштаба. Моя пешка на А4 10 раз висела. И никто ее не брал. Ни я, ни они ж не смогли держать себя в своих руках. Жесть какая-то. Конец второй части матча. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить наши новые видео. А также не забывай заглядывать в нашу группу ВКонтакте.